всем большой привет говорила я не буду не буду я снимать распаковки но нас или подавай с ними может все-таки кому-то интересно мы же так часто делали распаковки кому-то может все-таки правда интересно что мы покупаем и за сколько мы покупаем но мы решили это сделать потому что сейчас выходные дашь и следует закрыто мы подумали что в понедельник будет закрыта но или не подумали о фейсбуке где то что вы читали не факт что это достоверная информация короче наставай выставлять такой гель для душа 55 центов пахнет отлично объем 300 миллилитров расчесочка расческой думаю хорошим выбрали вы что пользуетесь 1 расческой на двоих нет это дополнительная расческа для листья салата салфетки рыбка была по акции такая в кляре она ничего ну конечно там больше кляра чем рыбы и масла не хочется поэтому так ну такое захотелось потом не то что захотелось ветеробровка у меня говорят будут выходные закрыты если будет хлеб булочки это сейчас нам перекус что мы ничего не ели а сейчас уже четыре часа вечера масло майонез помидоры вода пополам нет это девушки поймут 395 укроп дорогой укроп по моему евро 89 центов соль шампунь картошка сколько по 3 евро до подводим других грибов не было были только эти за 99 центов 200 срам дорого просто захотелось этих скажите мне фаршированных яиц грибами это к булкам такая вот с креветками намазка с чесночком неплохая по акции 2 евро так 2,29 ручные палочки и хочу вам тоже показать как фарширую яйца здесь насти ругались ругались я и говорю нельзя ставить 2 2 цветка я говорю давай один там другой там нет и тоже сейчас кто-то напишет нельзя быть такими суеверными это петя любит говорить но я считаю что это плохой знак мне кажется что надо сейчас тоже убрать кстати держится цветочки вот что еще сегодня произошло списали у нас опять за пользование шпаркассой опять разные суммы то есть у нас сняли в июне мы снимали тогда видео и сейчас сняли получается в сентябре до считать или как это уже за октябре короче я не знаю как это считается 6 месяцев или 5 месяцев короче у меня 33 евро с копейками у насти 43 даже почти 44 евро я не знаю по какому принципу это происходит и я не могу понять может кто-то знает напишите суть в чем в том что берется больше комиссии если ты снимаешь деньги или если ты оплачиваешь карты часто вот в чем суть что лучше делать лучше оплачивать всю карту или лучше все снимать за что берется больше всего комиссии потому что ну действительно сейчас такое для нас реально с утра как шок был считаем 77 евро да если так отчитать но это снасти на продукты на все сюда скидываемся у нас как бы общий бюджет можно так сказать да практически почему заранее хотя бы почту отправили бы они знают наши почты они в том что заранее просто тоже можно это у нас второй раз и мы вообще не списывали он никогда вообще не было такого а это видимо прошел какой-то лимит который да они давали за ну как бы как сказать правильно прошло время короче когда не списывают комиссию они давали определенный какой-то промежуток времени а да и без комиссии да без вот этих вот снятий за пользование карты а теперь вот уже второй раз списывают и просто реально ну вот представьте просто минус 77 евро но это много правда много я думала это за отопление сняли но нет кстати говоря за отопление ни с меня ни снасти пока не сняли скорее всего все-таки job-центр оплатил нам отопление но это еще не точно потому что могут в течение принципе месяца снять это же такое дело хотя не знаю мы как бы все практически сняли там чуть-чуть осталось не знаю как оно будет мы оставили за свет и котел газовый потом что билеты билеты по 49 тикеты deutschland ticket и интернет интернет 46 евро в общем вообще в шоке просто так расстроились реально ну 70 евро это деньги поверьте это конкретные деньги для человека на пособию поэтому мы расстроены потом что сегодня должен был приехать к нам этот кто скажи не забыла трубочист до потому что мы его не застали один день был термин на сегодня с десяти утра до до часу мы все проснулись заранее в девять ждали не вообще нет потом уже час ноль день час двадцать было до час двадцать я не звоню на этот номер говорю что у нас сегодня терминную мы ждем с десяти утра до часу почему нет мастера все такое он говорит митвух типа митвух придет мастер я говорю что мы не можем митвух в общем не знаю я им написала на почту что он может я как-то объяснялась непонятно он меня не понял ну суть том что он сказал что сегодня никого не будет ну я не знаю не ж море у нас термин сегодня мы ждем ждем или целый день ждем ну ладно тогда этот буду когда фальшировать яйца вам включусь и покажу это мне напоминает ты не сказала сколько что стоит в общем в альде 18 евро 50 центов и плюс 525 мы бутылок сдали поэтому было бы еще больше и в рослане 19 евро вот точно 20 44 господи еще больше вообще в общем очень дорого очень дорого хотя я не могу сказать что мы что-то промзали ну да в рослане цены 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 так показываю этот рецепт который я говорила фаршированные яйца грибами обжариваем лук до золотистого цвета так видите не сильно крупная и не мелко но можно было чуть-чуть меньше нарезать 6 яйца вариваем просто сейчас грибочки нарезаешь на золотистого цвета поджарю лук и добавлять будем сюда грибы все до такого вот цвета обжаренный лучок и мелко нарезанные шампиньоны добавляем и все это вместе обжариваем пока грибы приготовятся еще чуть-чуть сейчас маслица подавлю и жарим до готовности наши грибочки с луком уже все грибочки с луком обжарились все готово добавляем теперь соль думаю достаточно и конечно же перчик перчик достаточно все это сейчас перемешиваем и будем отделять желток от белка сейчас покажу все разрезала яйца сейчас будем отделять желток от белка конечно же надо чтобы они остыли но так как мы очень голодные мы не будем ждать мы будем сейчас отделять вы помните мы здесь по причине посолили и сейчас аккуратненько настя добавляет каждый желточек и сейчас будем все это перемешивать сейчас все отделим все желтки здесь майонезик добавляем достаточно и вот так размельчаем наш наши желтки все будем перемешивать и мешать перемешаю и покажу попробовала на соль шикарно до такого вот вида перемолотили все и сейчас берем ложечку и будем фаршировать наши яйца все можно украсить петрушечкой так каждое яйцо нафаршировали и вот еще чуть-чуть у нас осталось 250 грамм грибов 1 луковица на то что и 6 яиц все вкусно да правда очень вкусно яичко же нужен точек с грибами грибочками луком да готовьте я думаю многие знают этот рецепт и это правда очень вкусно именно вот мне нравится версия с грибами луком и желтком картошка немножко я переварила и будем кушать все приятного нам аппетита пишите комментарии любите ли вы фаршированные яйца если любите то чем вы фаршируете ставьте лайк всем всем пока чус